Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Человек спрашивает дату, нормально ли, что для его хорошего сыночисления ему нужно высыпать вечером, чтобы в квартире никого не было, и просыпаться, чтобы в квартире тоже никого не было. Это касается всех, это касается парней, это касается животных, домашних животных, например. Кошек, это касается хомяка. Если человек спит, когда у него кто-то ночует, то потом человек чувствует себя разбитым. Полностью, совершенно без энергии. Человек, автор вопроса, задается вопросом относительно брака и относительно ребенка. То есть, по сути, человек, получается, боится того, что не сможет жить с ребенком, например. Смотрите, я думаю, что при том условии, что вы общительный человек и взаимодействуете с людьми, я думаю, что ваша энергия куда-то уходит на другого человека, когда он находится рядом с вами вечером и утром. И мое предположение заключается в том, что речь идет про оценку. Что речь идет про то, что вы не можете расслабиться. Речь идет про то, что вам трудно чувствовать себя в своей дороге. Такая проблема возникает только, когда у человека есть проблематика с восприятием себя. С его желанием поддерживать определенный образ свой. Вот у меня есть ощущение, что вы в том числе через общение. Через такую свою общительность, скажем так, вы пытаетесь поддерживать образ. И человек, который, условно говоря, с вами спит, пускай даже не в буквальном смысле этого слова, он нарушает этот момент, не дает вам возможности быть собой, потому что вы должны поддерживать образ. Иными словами, иными словами, иными словами, вы даже спать должны идеально. Вот. Вот. Вот так это для меня выглядит. Ну, именно для меня. Именно для меня. Как это выглядит. Я не знаю, конечно, наверняка. Но тем не менее. Но тем не менее. То есть, само по себе, само по себе, ваше предпочтение, вот то, что вы предпочитаете, вот. Как быть одной. В этом ничего такого нет. Это вполне может быть нормально. Но то, что у вас довольно много энергии уходит на это. То, что вы просыпаетесь разбитой. Вот эта проблема. На мой взгляд. По крайней мере. И мне кажется, что вот эту проблему можно решать. Ну, можно и нужно решать эту проблематику. Вот. Естественно, если вы этого сами хотите, конечно. То есть, в этом направлении как-то двигаться нужно вам, на мой взгляд. Вот, пожалуй, то, что я бы мог вам сейчас сказать. Вот. Еще вопрос, вопрос вызывает ваше отношение к браку. Что вы говорите, что видите замуж только если соберетесь родить ребенка. То есть, такое ощущение, что вот как-то вот у вас довольно-таки, ну, довольно-таки, ну, с предрассудками вот это вот отношение к браку присутствует. Вот. Опять же, не могу ошибаться, но выглядит так. То есть, ребенок, брак, на мой взгляд, ну, никакой связи между этим нет. Прямой, по крайней мере, связи. Вот. Вы можете заключить брак, да, вы можете выйти замуж, но не хотят ребенка. А можете вывести ребенка, да, но не выходить при этом замуж. То есть, я не вижу в этом связи. Вот. Вот. Но. Это вопрос ваших ценностей. Вот. А то, что вы разбито, повторюсь, что у вас нет энергии, это другой вопрос. Ну и животные. Животные, на мой взгляд, вот это уже про некоторую угрозу вам. Вот. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь история про угрозу. Вот. Вот. То есть, то есть, ну, вы, вы вот чувствуете какую-то угрозу себе. Ну, в этом. Вот. Вопрос заключается только, на мой взгляд, в том, что это за угроза. Вот. Вот это вот мне бы очень хотелось увидеть. То есть, что именно вам ограничат. Ну, допустим, тоже, например, животное, да. Вот. В чем, в чем, вы видите, для себя угроза в этом. Вот. С этим можно разобраться совсем. Вот. Конечно, я бы не стал оценивать ваше состояние с точки зрения нормальности. Просто, на мой взгляд, вы сами несколько страдаете от того, что вас изматывает. То, что с вами рядом что-то находится. Еще очень хотелось бы понять, всегда ли так было или нет. Одно дело, если так было всегда, это один момент, если так было всегда. И другой момент, если так вот началось только после какого-то эпизода в вашей жизни. Мне бы очень хотелось на этом обратить ваше внимание. Если имел место какой-то эпизод, такой, ну к примеру, травмирующий эпизод, допустим. То есть, с этим можно было бы, опять же, поработать, да, помочь вам прожить его. Чтобы вам не было так печально больно, потому что это очень сильно похоже на последствия травмы. Само собой, да, я не буду предполагать какой. Такой травмы. Вот. Потому что не знаю. Ну вот, думаю, что с чем-то таким вот вы сталкиваетесь. Как-то так, я думаю, можно вам ответить на вопрос с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Хотелось бы пожелать вам всего самого доброго. Удачи. Хотелось бы, ну, получить обратную связь по моему ответу. Это позволило бы вам начать над собой работу, позволило бы вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Вот. И с этим бы вы, возможно, начали бы уже над собой работать в этой части. Вот. Вот. Я подчеркиваю именно в части того, что вы обессилены. И, вероятно, в части, по-моему, попробуем скорректировать свое отношение к браку. Вот. Не более. Потому что, ну, тут вот я не очень понял. Просто вы сделали резкий переход, да? Вот. Хотелось бы убедиться в том, что правильно вас понял. Вот. Не хотелось бы как-то неправильно вас понять, ну, в этом контексте, потому что довольно важный вопрос здесь. Нормально обсуждают. Нормально обсуждают. Вот. Удачи вам. Обращайтесь за помощью. Вам эта помощь пригодится. И, конечно, не затягивайте. Вот. Потому что, ну, сама по себе проблема не решится. Вот. Как мне кажется. Вот. Поэтому не затягивайте, обращайтесь. Там можно будет нормализовать. Удачи!